С февраля этого года вступил в силу большой блок изменений, которые касаются взыскания задолженности. В законе появились понятия, которые раньше отсутствовали – коллекторы, коллекторская деятельность. Также появился список субъектов, которые имеют право взыскивать долги. Это как сами коллекторские агентства, так и банки и микрофинансовые организации. Тут два важных момента. Первое – это то, что появляются дополнительные требования и правила относительно взыскания задолженности. В первую очередь это касается коллекторских организаций, которые этим и занимались. У них появляется новая регуляторика. А второй момент – то, что у нас выпадало из регуляторики иные субъекты, а именно микрофинансовые организации и банки. То есть они занимались взысканием задолженности, но все те нормы, которые устанавливали правила, как это делать, сколько раз звонить, как можно общаться, что можно, а что нельзя, на них не распространялись. А теперь сделали общий реестр, сказали, что вот есть профессиональные субъекты, которые взыскивают задолженности. И если банки, например, как кредитная организация, хотят сами взыскивать задолженность, то они для этого должны включиться в реестр при службе судебных приставов и после этого становятся субъектами, которые взыскивают задолженность. А следовательно, на них распространяются все те правила, которые устанавливают государства. Теперь все юрлицы, которые хотят сами взыскивать долги, обязаны пройти регистрацию в специально созданном реестре, а контролировать их деятельность будет единый регулятор – Федеральная служба судебных приставов. Появилось и понятие «автоматизированный интеллектуальный агент». Это программа, которую используют для звонков должникам. Это история, что то, что должно быть определенное количество звонков. Не чаще одного раза в неделю, не чаще двух раз в месяц. И вот теперь мы видим, что тоже есть определенная регуляторика в этой части. Также кредиторы теперь обязаны уведомлять клиентов, если они переуступили долг. С февраля в рамках специальных экономических мер будет возможна блокировка денежных средств и имущества. Конкретизирован порядок такой блокировки. У нас действовали нормы до определенного времени. Началось с момента СВО, когда действительно были ограничения на продажу доли в компании, где компании принадлежат не дружным государством, ограничения определенных по счетам. Но вот на распоряжении имуществом к денежными средствами ограничений не было. И вот с 1 февраля действуют нормы, по которым можно запретить распоряжаться денежными средствами или имуществом либо иностранцам, либо компаниям, которых принадлежит более 50% иностранцам из недружеских стран в целях соблюдения вот этого паритета и защиты экономических интересов Российской Федерации. И еще одна новость касается всех вкладчиков банков. Теперь финансовые организации обязаны уведомлять своих клиентов о том, что истекает срок действия договора о вкладе. Дело в том, что значительно, конечно, денежных средств население держит во вкладах. Там более привлекательный процент. Это действительно хороший способ сохранения денежных средств, где-то даже инвестирование. Но ситуация складывается таким образом, что все у разных причин, но люди забывают о том, что у них заканчивается срок. И в этом случае банки, ну по практике, как это было, они эти денежные средства переводят на обычные счета до востребования, у которых процент, ну знаете, там совсем мизерный. Теперь же банки обязаны проинформировать вкладчиков об окончании вклада не позднее, чем за пять дней до истечения срока этого вклада. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.